Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эти занятия были у нас в Потеряльке по темам. Крестный ход прошел или готовился, а я в это время говорю на эту тему. Скотина болтается по деревне о скотине. Допрос был? Допрос. То есть по тематике. А Игорь Барабаш записывал, и часть осталась, 123. Они с 1 по 6 том открытым оком. Крестный ход. Оказывается, о крестном ходе вообще никто не знает ничего. Я сегодня специально полез в библиотеку узнать, и ничего там не нашел. Просто торжественный ход, когда священник одевается в облачение свое. Впереди несут крест. Это особо торжественный ход. На освящение источника называется крестный ход. Так бывает, когда отбросят дождя, по полям идут. Происхождение крестного хода какое, в каком году? Я спросил батюшку. Он сказал, когда была моровая язва, в 4 веке. То есть в 1 веке практически никто не знал, что такое крестный ход. Захожу с другой стороны, пускай литература молчит. Но почему? Потому что много идет другим путем, чем было при апостолах в 1 веке христианства. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. 1 Коринфянам 10 глава. Павел перечисляет лишь события древнего мира, о которых знали евреи, знали язычники, обращенные к христианству, но не знали подлинного их значения. Все знали, что когда из египетского рабства выводил Бог народ свой, ибо стеснил их очень сильно, фарон до этого, и после казни отпустил, а потом понял, что выпускает из рук дармовую рабочую силу, и надумал вернуть рабочую скотину, но в это время Бог стал уже являть не десятую, а одиннадцатую казнь. Об этом уже тоже никогда не говорят. Десятая казнь, это было убиение младенцев первородных. Сначала Бог и скотину у них бил, горадно поражал посевы, отнимал то, что нам так дорого. То погорит все, то мошка была, и чтобы ее не было, мы боремся, разные пестициды, репелленты принимаем, но и это не трогало чувствелых сердец. Упрямство и закоснилось тормозили продвижение на тропе покаяния. Ничего не было, ничто не вышибло слезы и искры из гнилых пней, даже и такие зигзаги молний гнева Господня. Тогда Бог отнял самое дорогое детей старших, первородных, и когда человек этого не понимает, Бог отнимает самую главную жизнь. Это когда человек другим не вразумляется. К одиннадцатой казни, как бы продолжение десятой, Бог наводит силу из своей воды на фараона. Воды, в которые фараон утопил когда-то младенцев, ибо кто чем согрешает, то тем и наказывается. Вот интересное дело. Когда историю мира начинаешь в этом ракурсе рассматривать, то удивляешься, почему раньше этого не видел. Оказывается, что ветхозаветные события, когда народ проходил какие-то казни, имели духовное значение для последующего рода. Это образы для нас были. Камень обыкновенный, камнем обыкновенном и стоит. Люди окружают Моисея, ропщут. Пить, 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 куда ты завел нас? Пустыню, скотина гибнет, воды нет. Написано, место ропота. И тогда, по великой милости Божией, дана была им из этого камня вода. Камень лопнул и растелся. Хлынул поток воды родниковый, чистый. Не то, что какая-то барнаулка весной. Люди стали пить не из-за разного источника, но целебного. Апостол Павел говорит, что все пили из духовного камня. Первое значение прямое. Как это видели, плотскими глазами понимал весь Израиль. Первое значение понимали язычники обращенные. Но смысл духовный им стал открываться только с послания апостола Павла. Почему? И когда первые казни наступали на Египет, все имело смысл духовный. Входили в Ханаан. Оказывается, Ханаан для нас означает Царство Небесное. Для них Египет, а для нас безбожная коммунистическая власть. Страна, как пишет или поэт Игорь Тальков, страна дураков. Заключили нас в такие оковы, но мы вырываемся из них в Новый Ханаан, Царство Небесное. Они строят и Иерусалим, но оказывается, что для нас Иерусалим есть Небесный Иерусалим. То есть всюду и везде духовное значение. А это разумение, понимание истинного положения назначения вещей, написанного дается только духовным людям. Сам по себе человек не дойдет до этого понимания. Он начинает повороты делать. Совсем не в ту сторону. Не о том рассуждать. Мне приходилось слышать рассуждения главенствующих в разных сектах, руководителей, подобных патриарху. Никакого разумения духовного нет и намека. Апостол Павел говорит нам о великих милостях, которые Бог обещал и исполняет над верными, своими чадами, и перечисляет их все. Я коснусь только некоторых. У них было обрезание. Через обрезание входили в число заключивших завет с Богом. В число избранного Израиля. Для нас это крещение. Там человек лишается нечистоты, которой была у него не научение, рождение от родителей. А мы все, что получили духовно, теряем в водах крещения. И вот у них самое главное было святынь и Слово Божие. Некоторые говорят ковчег. Нет, люди ошибаются. Не ковчег, хотя внешне почитается ковчег. Скрежали заветы, которые лежали в ковчеге. Ковчег был только ящик для переноски. Это был обыкновенный, продолговатый ящик с ручками. Сегодня церковь знает, что ковчег обозначает Матерь Божью. И как она под сердцем в углубине своей сущности носила семя Божия, носила Сына Божия. Погромче считай. Так внутри ковчега находились скрежали. Это Слово Божие. Бог сказал десять условий. Так вот, Иоанн Богослов говорит, вначале было Слово, Лого-Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Словом этим называется наш Христос. Почему Евангелист Иоанн называется Богословом? У Христа примерно около 500 имен в Библии. Известно, но нам он открывается в новом имени Слово. Сегодня обычные люди, литераторы, которые пишут корреспонденты, журналисты и ставят в заголовок своих статей такие слова «Вначале было Слово». То есть, нам первое место, первая получка. Мы орудием, орудуем пером, печатаем мысли, выражаем в Слове внутренний мир человека. Но в Евангелии совсем не о звуке, не о речи, не о слове простом, просто в простом речь идет. С большой буквы, с определенным артиклем. Слово речь идет не о создании. Как Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Настал свет. Слово, Ему имя, не просто слово произнесенное, а это другое понимание совершенно. Так вот здесь, в Новом Завете, мы сейчас посмотрим, как открывается в полном плане замысел Божий относительно рода человеческого. Что такое крестный ход? Недавно крестный ход провели такой из Москвы, из монастыря, от храма Христа Спасителя. Пошли к границе и понесли иконы на самолете. И самолет стал облетать по границам, по Дальнему Востоку, захватил Сахалин и через северные города вернулся через Архангельский, Мурманск, снова на Москву, замкнув круг. Спрашивают, зачем будет замкнутый круг? Оградить страну от нашествия иностранной мерзости, от наркомании, разврата, сохранить наши границы. А почему это вдруг спохватились? Оказывается, было это во время войны, когда слово Божие было под запретом, когда Гитлер подпер к самой Москве, сегодня об этом открыто говорят и пишут, об этом писал Илья Ливанский, там был такой святой человек. И будто бы это уже подтверждается, что Георгий Константинович Жуков с иконы облетел Москву. Говорят, с иконы Казанской Божьей Матери иные говорят с иконой Владимирской, но святыня, все равно. Гитлер неудержимо рвался к центру Москвы, уже шли составы с мрамором лучшим в мире поставить памятник Гитлеру. Мрамор весь остался здесь. Вдруг все уперлось на одном месте. Ни один шаг гитлерская машина не могла сделать. Сегодня говорят, что это никакая не мистификация. Пишут газеты, не центральные только, но и правительственные. Да, это все было вскрыто в архивах, что совершили крестный ход иконы на самолете. Поняли, что другого выхода нет. Почему? История знает такие выходы из кризисной ситуации. Да, вспомните защитников Соловецкого монастыря, которые держались за старину. Вспомним Троицу Сергееву Лавру, 1612 год. Как с иконами обходили по стенам. Браги стреляли, не могли взять. Ляхи окружили. Далее, Великий Железный Хромец. Его люди просто боялись, как огня. Называется Тамерлан, или Хромой Тимур. Тимир-Ланг. Не было в мире силы, доказалось и во всей вселенной, которая остановила бы его. Без боя сдавались целые государства перед ним. Но вот он подошел к самой Москве. И как на пасхальный день открыты были все храмы, царские врата. И народ в пепле и прахе стоял на коленях. Сопротивление считалось абсолютно бесполезным. Владимирская икона Божьей Матери была доставлена ночью. Тамерлану было видение. Ему погрозила Божья Матерь с облаков. Вокруг нее какие-то величественные старцы. Мы можем только догадываться, что это святые русской земли, древней церкви и новозаветные. Вот он утром, когда встал, а ханы, которые ночью там кто охранял, слышал, как он ночью метался, стонал. И вот дальше было. И он утром встал и рассказал, видел это дело. И этот бич Божий повернул на юг. Значит, крестные ходы известны были в России. Потому что ему было сказано, если ты пойдешь, то живым не будешь. И он дал указание повернуть на Астрахань. Астраханский хан все время угрожал. Разбил его и сам куда-то исчез, как в песок. Я когда стал спрашивать историка, я говорю, ну а как вот повернулся, Тимирлан-то? А что это такое? Так вам не преподавали, нет? Они его вычеркнули из истории. Историки. Даже сущие не знают. Открой любой календарь. Вот мы читаем по житию. 20 октября. Куприян Карфагенский. Говорит дьяволу. Ты боишься и тени креста. Тень от креста падает. Почему называется крестный ход? Крест является язвой против бесов. Как битая собака покажи палку, а она хвост подожмет, так и дьявол боится. Но не надо забывать, что крест и крестное знамя имеют двустороннее, там скажем, применение. Одно для врагов, другое для своих, как благословение. Как это может быть? Я не знаю, но так написано. Так Бог сказал. Один и тот же жест предохраняет. Отойдет мне нечистая сила. Другой послает благословение. Так и крестный ход спрашивается, а святые признавали крестные ходы? Находим такое. Святой Дмитрий Ростовский, до смерти сентября. Это тот, который собрал жития святых из прологов, из древних чатихменей. О нем написано. Принимал участие в крестных ходах, где были, где бы они ни были. Это современник и ставленник Петра Первого. Иоанн Златоуст, 13 ноября, говорит, В одной местности появился лев-людоед. Даже сегодня, вооруженные снайперскими винтовками и автоматами, люди могут месяцами за ним охотиться. Не знают, где он выйдет. Его нельзя обнаружить. Внезапно врывается, крушит, убегает. Придумали поставить деревянный крест напротив того места, откуда он выходит. День проходит два. Но где лев? Нигде нет, но чувствует, что это воняет. Пошли, а он уже издох, уже разлагается. Уже мухи едят его. Обыкновенные мухи облепили его. Может, это совпало? Может, и совпало, но лев все-таки и сдох. А почему раньше не совпало? Я могу задать вопрос и ответить для себя на этот вопрос. Значит, крестный ход и крест наводят ужас на все враждебное и несет одновременно благословение. Интересно. Вот говорят, звери нападают, которые больные, они санитары. Ничего себе санитар. Волк зарезал, 120 овечек зарезали волки за одну ночь. Отсанитарил. У меня голуби. И вот, которая слабая голубка-то, она падает. И он ее взять, у него где-то в ботве там или что-то. А которая здоровая, она летит кверху. А у нее скорость сразу в два с лишним меньше, чем у него. Да она крутится. Хулиган догоняет девушку, она бы стала перед ним лебединое озеро танцевать. Вот примерно так можно сравнить. Ну и стоишь, смотришь, я вижу, кричу, а что ему? Он даже не глядит. Бить в корыто. Стрелять нельзя, дорожья нету. Тогда собрали, здесь были священников несколько, ну, взяли из палочек, сделали крест, и священники вышли, святой водой полили. И вот здесь вот оп течет, и тут заезжают, заходят корабли, лес растет. Пошли ребята наши, и крест этот установили в ветвях дерева. И больше ни разу он не прилетел сюда. А было такое, сядет у меня здесь, я в окно смотрю, ну, расстояние 3 метра, сидит на лестнице, голубя только валать он хватает. И больше его нигде не было. Один раз кто-то видел, он летел вдоль, так как оп течет, он так, как будто стена какая, он не мог перелететь. И все видели в нашей общине это, когда мы освящали и было. Я свидетель, написал стихотворение об этом. Дальше. Читаем 2 мая. Это Борис, один из первых наших мучеников. Бесы креста боятся, а я злого человека, и крестом не отгонишь. То есть люди хуже бесов себя ведут, но церковь применяет все-таки крестное знамение для отражения от злых духов. И мы утром и вечем читаем молитву, «Сохрани меня, Господи, дай победу на врагов плотских и духовных». Плотские – это те обыкновенные люди, которые ходят вокруг и толкаются между собой. 21 марта. Фома, патриарх. Ему было видение. Когда шел крестный ход, кресты начинали биться друг от друга и ломаться. Что это значит? Великие какие-то беды приближаются. 22 апреля. Житие святого Феодора Сикиота. В стране Галатийской было несчастье. Стали отбиваться от него крестными ходами. Люди идут подальше друг от друга, чтобы не мешать один другому. Вдруг кресты из рук сами валятся, бьют один крест от другой, отламываются поперечники. Патриарх стал молиться. Господи, что это значит? Означает нашествие злых людей, беззаконников, еретиков, которые разрушают церковь. Если во сне видел крест, это от Бога сон. Один определитель. Если не было креста, это от сатаны, может быть, или от забот, от переедания. Крестные ходы прекратились? Нет. Они усилились. Когда еретики стали применять крестные ходы, то православные внастречу им воздвигали, и были даже битва целая. Сотни людей лежали после этого. Но православные одержали победу. Правильно, неправильно? Я про это не говорю. Просто возвещаю историю. 2 октября. Андрей Юродивый. Житие. Написано. В раю видел крест. Я больше нигде не нашел, что в раю крест. Зачем? И вдруг находим такое. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, обиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, Да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые и сказаны им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока их сотрудники, их братья, которые будут убиты, как и они, наполняют число. Так вот, жертвенник, это прообраз креста. На жертвенник клавил ягненка, а Христос, агнец Божий, его положили на крест. И он видел там, жертвенник, это крест. Хотя он говорит, храма я не видел. Храм есть сам Господь. Откровение. В Ветхом Завете убивали ягненка и клали его на алтарь. Иоанн Богослов говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть, Христос, это истинный ягненок. Но ягненок лежал на алтаре, где и сжигали его. А Христос был положен на крест. На жертвенник имеется в виду алтаря, неправильно. На крест. И сгорал в огне страдания. В Ветхом Завете мы говорим, когда случалась какая-то беда, люди всегда обращались к Богу на святом месте, где была Скиния, храм и святая святых, куда один раз в году входил только первосвященник. За завесой там скрывался ковчег, в котором внутри скрывались скрижали. Когда Бог по великой своей милости вывел израильский народ из пленения, и они уже входили в обетованную землю, то вдруг им на пути встал город. Этот город был ключевым пунктом при входе в эту землю. Его нельзя никак было обойти. Высокие, мощные, укрепленные башни и стены, такие, что даже разведчики в ужас пришли и говорят, люди там как деревья. То есть отборные части охраняют его, а стены высотой до неба буквально все вздрогнули. И только два человека сказали, а имя Господне для чего? Притч 18 глава. Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Таразаконий. И роптали в шатрах ваших и говорили Господь, по ненависти к вам вывел нас из земли египетской, чтобы подать нас в руки Амареев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тут более, многочисленнее и выше нас. Города там большие, с укреплениями до небес. Да их снова инаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог вашим идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, перед глазами ваших. Я хочу сказать всем гонителям СД, что я вполне применять могу вот это вот. Ничего вам не сделать. Тут и Господь. Надо работать и трудиться. Работать. Пост пришел. Займитесь своими душами, как мы писали коммунистам. Займитесь своей душой. Город Иерихон. Неприступная крепость. Никто не позволяет войти в обетованную землю. Никто не знает, что делать. И тогда план начертывает сам Бог. Берите копчег и начинайте обходить город. Как замкнутый круг создайте. А для чего это нужно? И рассуждать. Делать семь раз. Седьмой день. Семь раз обойдите вокруг. И тогда последний круг будете обходить. Вокруг громкого запития. И тогда вы посмотрите. Трубы пусть гремят. Иисус на виду 6 глава. В седьмой день встали рано. И при появлении зари. И обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. И когда так сделали. Вдруг все связывающие звенья. Смазка, цемент. Все разрушилось. Камень потерял цепление между собой. Что-то началось там в фундаментах. И стены начали пополам разваливаться. Сегодня в раскопках найдено. Что все как бритва разрезано. А стены были. Колесница шестеркой запряженных лошадей ездила. Несколько десятков метров. Иные стены толщины достигали 10, 15, 20 метров. Это десятилетиями строили люди такие стены. Но от чего они развалились? По сей день никто ничего не может сказать. Эта сила данная ковчегу исходила не от ковчега. А от хозяина ковчега. От Господа Бога. Мы скажем не тысячу. А бесчисленное число раз больше дается сегодня не образу. А самой истине во Христе Иисусе. Для чего эти крестные ходы? Вот точно так же позавчера мы в Потерявке сделали крестный ход. Нам просто необходимо было, чтобы стены Ерехона, которые дьявол воздвигнул в Потерявке, рухнули. Ничего нельзя было сделать. И мы совершили крестный ход. То есть один беззаконник нарушал седьмую заповедь. Всякие мерзости делал. Ну и дольше всех за него они соединились с дьяконом-то. Но дьякон вечером прибежал и у батюшки там упал и все. Мы говорим тебя захватывать или нет крестным ходом-то? А этого нельзя не выгнать, ничего он живет. Крестный ход сделали и он вымылся оттуда сразу же. Мы совершили крестный ход. Мы не знали только где его, по какой линии провести. Вечером еще определялось, кто попадет в этот круг. И что интересно, когда начинаешь после рассматривать, как все дивно и страшно. Кто-то не пришел. По какой причине? Сегодня сидят и думают. А написано, участвовали все. Я прошу выучить наизусть место. Судей 5.23. Прокляните мироз, говорит ангел Господень. Прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу. На помощь Господу с храбрыми. Если из дома ни один человек не будет на богослужение, опасайтесь. Напоминаю эту трагическую, страшную историю одного города в Израиле. Мы о нем вообще ничего не знали. Знаем только то, что он был. Остановлюсь на объяснении этого места. Когда Израиль боролся с врагами, в одном городе нашлись мудрые, кавычках, мудрые люди. Сказали так, а мы не за ваших и не за наших. Мы просто ничьи, будем дома сидеть. Но Бог был посреди войска Израиля. Впереди войска Израиля. И скоро была одержана блестящая полная победа. Люди радостно поздравляют с победой друг друга. Одна на всех победа. И за ценой не постоим. Но в это время ангел говорит, сделайте пересчет. Кто не был здесь, кто не участвовал в сражении за свободу отчизны, пересчитали. Маленько как-то изменить интонацию. Считаешь прямо как ватный. Но ангел говорит с людьми, страшная беда какая-то. Барабанишь и все. Ты стоишь только экспрессии в словах-то тут написано. Проклините мир Рост. Как ангел говорит. Тихушки. Тебя только священником быть. Проси Христос. Но в это время ангел говорит, сделайте пересчет. Кто не был здесь, кто не участвовал в сражении за свободу отчизны, пересчитали. Из каждого города, из каждой деревни хотя бы один воин, один офицер, один партизан был. Из одного города никого нет. Еще раз пересчитайте. Нет никого. И тогда ангел Господень говорит людям, которые уже обнимаются с женами, идите домой. Победа. Окончена уже борьба. Ангел говорит, прокляните мир Рост. Они не представили ни одного солдата. Они ждали, на чьей стране будет победа. Тогда мы будем праздновать вместе со всеми. Ангел трижды говорит, прокляните, прокляните, прокляните мир Рост снова за оружие. Приступом взять город, убить всех. Ни одного ягненка, ни одного ребенка, ни одной курицы не оставить в живых. Все снесите и смешайте с грязью, чтобы такая зараза даже не водилась. Господи, но они не сделали ничего плохого. Они один раз не вышли. Этот один раз стоил жизни целому городу. Вот представьте себе это все. Мы сейчас глазами увидели, как люди машут руками. Остановитесь, мы братья ваши, мы пойдем сегодня. Мы докажем, мы создадим штрафные батальоны, мы пойдем на смерть, на передовую. Пошлите нас. Ничего не надо. Мы выполним приказ Божий. Вы обязаны умереть, чтобы от вас не водилась ни одна зараза подобная. Не плодилась. Не плодилась ни одна зараза подобная. Это мы привыкли рассуждать, слюнявить так. Как только отлучать от церкви или соглашенными выходить им. Ох, жестко, жестоко. Отец Аким жестоко поступает. Святой Митрополит Иона говорит, святые отцы в канонах не показали пощады, и от нас пощады не будет. Святые отцы в канонах не показали пощады, и от нас пощады не будет. Эпитимья. Священники не делают эпитимьи. Разврат. Разврат в церкви. И поэтому, раз нет наказания, за аборт 10 лет. За один аборт. А раз нет, зато он говорит, гибнет и священник, и того, кого допускает до причастия. Чаще причащайтесь. С причастием этим наполнили больницы и кладбище. Потому что совершенно не готовые. Не имеющие права в храме стоять. А почему? Потому что если гангрена охватила ногу, врач смело отрезать ее, чтобы спасти все тело. Так же с другими членами. Христос говорит, лучше без одного глаза войти, без одной руки войти, чтобы остальное тело было спасено. У Иисуса Новина 6 глава говорится об этом в случае. Мы повторяем эту историю. Но прошли не с ковчегом, а с крестом. Замкнули эту линию. Запомните, что замкнутность линии означает законченность, завершенность дела. Что бы мы сейчас ни делали, мы повторяем то, что было в Ветхом Завете. То было прообразом. Иногда люди дают иное заключение, иное толкование. Но это суть дела не меняет. В Ветхом Завете четко написано, как это было. Обходили с ковчегом, обходили вокруг города. Обходили, скрижали были? Да. Четко, определенно. И мы идем, и с нами крест. Досточтимое свидетельство, что мы приняли Христа воплощенного, рожденного Деву Марии. Были иконы? Да. Иконы на хоругвях, и хоругви идут. Круг замкнулся? Да. А сатанат заделает такое? Да, делает. Причем во всем мире. Так вы кому подражаете? Мы Христу. А сатана, это обезьяна наоборот. Кто читал спирсионские протоколы, знает, как указаны города Париж, Берлин, Санкт-Петербург. Ползет змей, и наконец голова с хвостом, должны замкнуться. Скован будет весь мир. Покорен жидовскому племени. И прямо нарисован он. Как колдуны и шаманы делают это? Ну как? Даже главатская говорила. Наша задача состоит в том, чтобы смести христианство с земли. В ведьмах. Колдуны и шаманы делают. Делают это? Да, делают. Всегда. Очерчивает круг, делает фигурку человека, протыкает его. Погибает? Да. Страшный конвульсик. Смерть его необыкновенная. А кому он подражает? А вот кому. Когда Господь говорит, изберите благословение или проклятие, я предложил тебе огонь и воду, жизнь и смерть. Кто добавляет, зачем вам умирать неразумные? Изберите благословение. А у Бога что, благословение есть или проклятие? Да, есть. А где это известно? В Библии. Когда народ входил в обетованную землю, то велено было взойти на одну гору. Вот гора, и начиная читаться, кто чтит отца и мать благословен. И весь народ отвечает, аминь. Дети, слушайтесь отца и мать, и будете жить долго на земле. Аминь. По порядку перечисляются все заповеди. И народ отвечает, аминь. Второзаконие, 11 глава. Когда ведет тебя Господь Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Второзаконие, 26, 27, 4. Когда перейдете и Ордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. 27 глава. А си должны встать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гатасир, Завулон, Дан и Нефалим. Иисус, наим, 8 глава. Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословляет народ Израилев. Еще голос Бог даст, когда нужна будет, кричать больше на другом конце города услышит. Так житья говорит. Так, кто злослует отца и мать, смерть умрет. 5-7 миллионов языков одновременно кричали. Аминь. То есть, я согласен. А можно было спрятаться. Не сказать аминь. Вы меня сбили, а теперь... Все должны были наблюдать. Кто не скажет аминь, должен был умереть. Ты противишься Божьему установлению. Это мы сегодня рассусолились. Но подумаешь, не сделал. Но подумаешь, он сказал. А в Ветхом Завете этого не было. Если два человека тебя слышали, что ты сказал, Бога нет. Или сказать так, бумага все терпит. Об этом постол Павел так сказал, посланник евреям. Ибо так сказал. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим... То есть, сказали тебе, познание истины получил. То не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. То есть, ни при счастье, ничто не поможет. Если отвергшиеся законы Моисеева при двух или трех свидетелях... Без милосердия. ...наказываются смертью, то сколь тягчайшему думаете, как оказаний повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь Завета, который освящен и Духа Благодати оскорбляет. То есть, причащается, как попало, и какое большее наказание будет? Почему без милосердия? Потому что, если человек будет каяться, проливать слезы, отдавать все имение, то сказать ему, мы тебя принимаем, но ты должен умереть. Да, это сын первосвященника, сын царя, должен умереть без милосердия. А ты смотри, да, это... Да это же сын первосвященника, сын царя. Войди в обстановку, то о чем безговориться-то? Должен умереть без милосердия. Дальше. Как хорошо, что в Новом Завете этого нет. Аполстол Павел говорит, сколь тягчайшему будет повинен и перечисляет наказанием. И когда люди по-другому рассуждают, то это означает, что они плотские, недуховные, мертвые, нерожденные. О чем ты судишь? Если там стены Ерихонские не устояли, скажи, устоят ли сегодня стены, когда ты идешь с крестом Господним? Я вот наблюдал, кто из ваших на крестном ходе не был. Те, кто сегодня больше всего общались с Ерихоном Потеряевским. Те не были. Те, кто имели тайные связи с Ерихоном, домом Саши Дмухи. В ограду Ерихона едва не попал дом дьякона Евгения Ильчака, его родственника. Но он последний вечер принес покаяние перед батюшкой. Поддерживали его по полпути прошли. Да сбежали. Я не хочу думать худо, но это факт. Люди даже сами подтвердили. Они не могли даже крестным ходом пройти. Под разными благовидными причинами сатана сбил с пути. Общая длина хода этого была, ну, метров 700, не больше. Я посчитал, сколько пришло. Ровно 24 человека. Прямо удивительно. Осталось 24. Может, случайно? Может, и случайно. Я не знаю. Просто тебе выдаю статистику. Но неплохо, когда мы все-таки видим что-то. Первый Тимофей. Согрешающих облегчай перед всеми, чтобы прочий страх имели. А то наедине, одному двум. Это когда против тебя. Это перед всеми облегчать надо. А если духовного разумения нет? Беседы в прошлый раз мы проводили о том, что такое духовное разумение. Первый Коринфейн Баговала. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Почему? А там одна злоба. Злоба отнимает разум. Это Сидор Пенсиот говорит. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Ты руки не прячь, а вот так. Сделай голыми. Ты создаешь обстановку сонливости. У меня так же руки можно... У меня кровь-то как в глубоком колодце уже, лягушащая кровь. Теперь. А часто ли совершаются крестные ходы? Я могу сказать, что событие почти эпохальное. Понимаете? Я не могу в истории даже это найти сейчас. Ближнейшую историю Руси не найти то, что у нас было сделано по теряевке. Крестный ход. Не просто колодец сосветить. Или дай господи дождичка. Дождичка. А замкнуть вокруг против заразы, против шумы, которая пошла здесь все травить. Результаты? Результаты вы же на следующий день пошли. Вот так одни говорят. У меня было такое чувство, что хоронят кого-то. Значит, твой грех там умирал. А я шел с чувством победы и радости. Я про себя говорю. Шел торжествующим, потому что этого ожидал. Благодарение Господу, что нас батюшка и священник отец всяким это понял. Посмотрите, с каким воодушевлением он говорил. Это особая милость. Бог услышал наши молитвы. Это пример для всех, что нужно делать. Это не просто какой-то замоскворецкий ход, куда-то шли, не знаю. Именно Ирихон, что упали стены. Вот значение какое. Какая-то беда огромная. Крестный ход. Завтра крестный ход может быть вокруг всей деревни. Оградить от внешних врагов. В одном случае замкнуть Ирихон, а в другом случае замкнуться от врагов. А откуда известно? Когда строили Иерусалим, то были там одни развалины. Они искали защиты от врагов. Читайте эти книги. Первые ездоры и Ненемии. Я подумал, а вот современные, новые изыскания, изобретения дают какую-нибудь аналогию. Да. Кто из вас слышал, что бомбы во время войны взрываются и разбрасывают так, что могут на километры летать осколки? А сейчас бомбы вакуумные. Падает десятиэтажный дом, и пылинка даже одна не выпадает. В кучу все сжимает. Все, там ничего нет. Вакуум. Тоже бомба называется. Вот вчера мы именно такое действие видели. Коллапс вовнутрь. Сжать, чтобы враг сжался, исчез и распылился. Если крестный ход будет вокруг деревни, нужно, чтобы, как взрывной волной, все отбросил вокруг. Ежедневные открытия, которые случаются в технике, будут только подтверждать силу слов, написанных в Евангелии. Иногда люди где-то, слава Богу, не у нас, говорят, мне не выдержать такое давление, которое на меня оказывают. Я на себя наложу руки. Мы должны в ответ сказать, что у верующих есть слова, которые повторяют только они. Анафима, Маранафа. Читайте, что это означает. Первое кореньфянам. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафима, Маранафа. Что такое Акелдама? Или Акелдама. Деяние. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля, на отечественном их наречии, названа Акелдама. То есть земля крови. Найдите, прочтите. Значит, у Бога есть и благословение, и проклятие. Как на двух горах. У дьявола есть только проклятие. Он пытается подражать Богу. У Бога есть и жизнь, и смерть. У дьявола есть только смерть. Где бы мы ни смотрели, дьявол только подражает Богу, но только односторонне. Вторую часть он не взять никогда не может. Бог одержит победу, и дьявол одержит. Бог говорит слово, и людей приводит к истине. И дьявол, но только ведет другую сторону. Бог возвышает, возвышает, но и смиряет. Дьявол ничего этого не может сделать. Он может одну только гордыню давать. Смирения он не знает. Слово это не любит. Вот что такое крестный ход. Об этом апостол Павел вскользь упоминает в послании к евреям. Верую Палестино-Ерихунски по всеми дневным обхождении. Что значит обходить и замкнуть? Я прошу тебя в дневниках пометить вчерашний день. День исключительной важности. Мне казалось, что это было так далеко, сколько я о нем рассуждал и писал, когда сидел и готовился к этим занятиям. Я не могу припомнить подобного крестного хода нигде. Другие крестные ходы были просто от Владивостока, пройти и показать, что мы живы. Патриархия устарела и ничего не можешь сделать точно по Писанию. Но все строится только на предрассудках и выдумках. Пусть они скажут, чтобы как у нас полностью исполнилось, буквально, как и под Ерихоном. Если кто-то где-то знает, то дайте мне знать, так как я не мог найти. Сегодня батюшки не было дома. Я залез в библиотеку к нему, по словарям проблуждал. Но ни у Дещенко, нигде подобного нету. Это особое место. Быть может, отсюда будет начало подлинного разумения ветхозаветного случая с Ерихоном. Вот и все. 25 июня 2000 года. Когда-то я говорил, в лагере днем собрание было, и такие занятия были. Статистика. Какой имеет статус в нас, постсоветских плановых всезнайках? Порассуждаем. Ты не будь как страус, хваля свое, привык в чужое хаять. Все на учете. Воздух, дым у тети, пшеничинок, невыстинок даже. Что есть в душе в подвале в огороде, каких алмазов натворим из сажа. Заранее посчитан срам и грех. И ничему не можем научиться. Всех репрессированных, позабытых, всех найти и плакать, не умом кичиться. Товарищ Ленин, скольких он убил. Не лично сам фашист Ирод, только по приказу. Священство, казаков, дворян, всех нараспыл. Царя детей его и расплодил заразу. Коммунистическое самолюдоедство. Не могут посчитать сынов ГУЛАГа. Злодеи, вурдалаки, в аду и маломесто. Нет Самуила на царя Агага. О, сколько бесов на таких портретах, висящих в кабинетах волостных. На памятник ублюдок нет запрета. На всех болотных, банных и лесных. Лет семьдесят отпущено и баста. Удвоит срок житя не по карману. Посчитано, когда всем будет Пасха, когда и где, и кто тебя обманет. Считать нам научиться до семи. На эти цифры все делить и множить. Банкир еврей, пастуха десемит. Свой ум и совесть развязать, стреножить. Не обольститесь пустопорожней ложью, Цифирью, поседающей на троне, По статусу, что по Писанию Божьей, Что человеческое чадо беззаконие. Трофессалоникийцам 27.2005.2002 Все, тема закончена. Что такое крестный ход? И вот у нас крестный ходов больше как, Ну только вокруг там каждый год храма прошли, И больше ничего нет. Нигде. Даже здесь, видишь, вот сколько есть каких рассуждений. И какой плод. Вот мы прямо видели результат, Помолились и не просто прошли, Вернулись обратно. Вот ходят тут, Икона какая-то еще дотворная, Корабельниковская. Пришли, ничего больше нет. Надо научиться смотреть вглубь. Не просто осуждать, отвергать, А делать как положено. И тогда результат будет другой. Слава Иисусу Христу! Благодарю. И потренируйся с выражением считать.